Доброе утро, друзья, с нашего лобби в гостинице. Нам так здесь нравится, тут так хорошо, мы сюда, короче, уезжать не будем. Мы пришли, заказали завтрак. Один и двоих взяли, потому что он очень богат. Овсянка на молоке, круассан, сыр, колбаса, омлет. Чёрненький, да. Я решила, что я буду омлет и сыр, колбасу, с кофе, а Лёша будет чай, круассан и овсян. Он как бы всегда почти так и да, вот такая. Ну вот, так что мы позавтракаем, распечатываем сейчас билеты. Ну, вроде бы всё потихонечку идёт. Сейчас хоть немного на Киев посмотрим, на нашу столицу. Вот там в окошко очень красивый Киев, такой большой. И знаете, столько... Ну, немножечко хотя бы. Столько людей здесь в этой гостинице, иностранцев, и японцев, и вообще так интересно. Ладно, всем приятного аппетита. Короче, друзья, это я гостиница-хостелу там через стирек, потому что здесь есть и гостиница, и хостел. Нет, это гостиница, хостел это. Так это такое же, нет? А, стоп, вот, да. Или, смотрите, именно гостиница, хостел Дозе. Вот они рядом находятся, и даю пять звёзд. Это было вообще шикарно. А ещё после сравнения с новым черноборьем, который был не очень чистый, у нас всё было чисто. Всё было вкусно, адекватные цены, как для Киева. Довольство всё это, видно? Завтрак, который мы взяли на двоих, мы реально наелись, очень всё было вкусно, приятный персонал. Персонал вообще супер, такие все вежливые, обходительные, и владеют хорошим английским языком, мы слышали, потому что, ну, иностранцы сюда приезжают. Вот она вот, вот сзади. И не будет рядом хостел, вот он за, а дальше растенец. Молодцы вообще, я прям, знаете, вот приятно удивлена, что мы приехали в свою страну, и тут такой, как бы, приятный персонал. И недорого, да. И там кофе, как бы, чай, всё, это сам себе делаешь. И причём за чай не доплачивал. Не доплачивал, да? То есть там... Не, ну, мне кажется, надо, что заказать. Ну, как-то неприлично, нет? Не, ну, это завтрак. А, ну, там, да, стоит стенд, где можно себе наливать кофе, сливки, сахар, чай, лимон. Мы же распечатали билеты. И, собственно, у нас есть свободный билет. А, они, ну, мы попросили, да, распечатать нам. Почему у них это входит, типа, что у вас нужно доказать, они вообще сами тебе закажут билеты, поддарут время тебе, да. Ничего себе. Ну, прям очень приятно удивлены. В общем, уезжать, вот, видимо, будем от Макдональдса после центрального ЖД. Ну, мы позвонили, нам сказали, что автобус, видимо, задержится на час, если не больше, потому что этот автобус за границей, скорее всего, едет. Да, скорее всего, за границей. За границей едет, но на границе он задержался. Соответственно, будем дома мы позже. А тут экскурсии всякие проводят тоже, вот, видите, краебыт, туристичное бюро. Для всех желающих сразу с корабля на бал такие вуглые экскурсии. Мы с Лёшкой зашли в эко-маркет, экономный супермаркет. И тут действительно некоторые цены приятно удивляют. Дешево, чем у нас в Запородье. Прикольно. Ну, купили себе два чая попить, потому что еще времени, как бы, до автобуса предостаточно. Мы, наверное, еще будем ходить гулять где-то. Зашли в аптеку, купили Лёше кучу лекарств, потому что он болеет. И по ростомолу мы взяли, и капли, и таблетки. Как-то странно, доктор Мон почему-то не продают пластинками. Да, они такой упаковки. Почему? Не знаю, как это, наверное, это не те же леденцы. Доктор Монка не вылечит, но он вот это вот притупит, что-то не так вот. А эти леденцы делают то же самое. Поэтому все, сидим чаюничаем, дальше посмотрим. Да. Сделали с Лёшкой вот такую вот покупочку в Киеве. Я буду ехать почитать. Только это и вредно, но... Помоги, пожалуйста. Купили книгу Мэдалин Ру. Дом теней. Какой-то очень захватывающий. А, это она и написала приют. Ты смотрел, да? Это она и была. А я выбирал, у меня уже там тени приют. Ну, мы уж сразу обратили внимание. Там храм из серии. Да, интересный сюжет. Там цена из серии приют, хорошо, что я взяла. 150 гривен книга. Да, хорошо, что не взяли все одну почитать. Потому что будет дороги читать. Я, наверное, когда приеду, потому что я не могу смотреть ни в телефоны, ни в книге, ни в планшеты и компьютера. Именно в дороге меня очень сильно укачивает. Ну и наш автобус должен приехать, ну точнее, должны ему ехать в два часа, потому что на границе идёт на час-полтора. Это Киев, это Киев, это Киев, пока туда-сюда. Зато мы купили мне Зазадан. Опять попередали. Да. Вот. Сейчас скоро пойдём поедаем. Надо вот подольше посидеть, как бы время немножечко потянуть с Киев. И пойдём, да. Поедем домой, наконец-то. Наконец-то. Уже хочется домой. В Киев толком не посмотришь, потому что на самом деле очень жарко. Лёша больной, я тоже уставший. Как-то куда-то далеко не пойдёшь. Ну, тяжко, без головного горя, без нифига. Я в головного горя чувствую, не капец. А солнце парит, на самом деле. Вот на солнце жарко. Причём температура ниже, чем в Черногории, но переносит очень тяжело. Ну, что горы тоже. Пошли в суши и я. Заказали себе пока по роллу. Я заказала ещё салат, и Лёша заказал сладкий ролл. Да, я решили раз уже потратили кучу палат. Давай тратить дальше. Тратить дальше, да. Почему бы не. Спасибо большое. Ух ты, какой красивый. Тебе тоже хватит попробовать. Ты какой-то салаток у него заказал. А тут апельсин, медово-горчичный. Сол. Бери, пробуй. Вкусно? Лёшка и ролл сквит, у меня Калифорния. Ну, цены... А? Да? А. Ратные аппетиты, друзья. Заказали чай и какой-то десерт. Какие-то тоже роллы. Там, я так поняла, банан, шоколад, крем какой-нибудь, киви и соусы. Это кусочки. У меня что-то закусило, говорю, засынило. Это вот кисло-салатка. И такой-то кисло-салатка. Да. Дегустируем дальше. Во всё это поверить просто невозможно. А мне весело, почему-то я не знаю. Это не нужна истерика у тебя. Да. Короче, мы должны были ехать в 12.25, а уедем, если всё будет хорошо, в 3. В 3. Ну, типа сказали, в 3 уже будут точно. Тут сейчас выехали с Житомира, и на 10 назад. Короче, нам за 15 минут до выезда уже другого времени, второго, позвонили, сказали, что мы только с Житомира выехали. А мы уже и в кафе сидели, и ходили в магазины, и уже, я не знаю, что мы только не делали. В начале уже наконец-то, я думаю, пора попить. Теперь мы будем пить кофе, Франсуа. Я уже книгу хочу почитать, если честно. Хочу, как-то заметить. Хочу, как-то читать чуть-чуть. Короче, мы жутко устали, у Лёши уже, наверное, спина отваливается до того, что там же ноутбук тяжёлый. Ну, не, нормально, просто неудобно. Ноги уже болят. Короче, мешки под глазами. Не так у меня постоянно. Я сейчас вообще какой-то кошмар. А сейчас не просто мешки? Зато мы купили себе небольшой тормозок. Ну, как небольшой. Целый пакет. Это не тормозок, это вообще просто... Я сильно хотела чипсы, потому что взял себе пачку круассанов. Крестка там, по-моему. Вот такие вот палочки. Кстати, очень вкусные. Кто-нибудь пробовал? Такие. Зубную пасту домой купили. И сок. Ну, представьте, ничего нет. О, это латте? А что оно в чашках? С томаты и чоколадкой. Оно с сахаром же? А, спасибо. Пока Диана разговаривает с мамой, я открыл в себе навыки бариста. Смотрите. Ой, яблочко. Его плохо видно. О, я нарисовал себе яблочко. Скажи, куда пойти. Вот так вот. Вот он, хвостик. А вот яблочко. Друзья, аллилуйя, не хочется разлазить, но мы уже, слава богу, в автобусе. Мы сеяли в него. Конечно, он приехал аж в три часа. Ну, слава богу. Да, это же комфортабельный автобус. Здесь и под ноги есть, и столики, и вешалочка. Самый главный человек, очень много места. По мне, наоборот, видите, ноги так короче, чем у Леши. Далеко. Ну, да, понятно, понятно. В общем, с богом, что дорога была хорошая, потому что ехать нам очень долго. Очень долго. Ух, ребята, мы в Запорожье. Слушайте, это была самая тяжелая дорога в моей жизни. Побольше девяти часов в автобусе. Это жесть. Самое страшное, что там в автобусе были очень длинные промежутки между креслами и между сиденьями. Я не могла ни ноги не вытянить, ни поставить. У меня колени болят ужасно. Мы зашли в это, в этом купили чуть-чуть продуктов. Там сейчас нам по йогурту на завтрак что-то, молоко такое. Ну, чтобы было что завтракать. Чем завтракать. Ключи у мамы, то, что мама будет спускаться, отдавать. Нам она знает, конечно, что нужно так делать, но тоже сам факт. Сейчас, сейчас ночь. Если не позже. Спасибо. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok